Ну так, сегодня один из редких дней, когда человек в России, который обвинялся в тяжком убийстве, и не просто гражданин, а известный националист, дело которого тянулось два года, курировалось и отделом Э, и ФСБ, был фактически внезапно отпущен на свободу. Чертановское правосудие, не чета Басманному, за один день обвинения было переквалифицировано на статью 213 хулиганства, которое, как тут же выяснилось, подпадает под амнистию, и не потребовалось дополнительных бумаг для того, чтобы Даниил Константинов оказался на свободе. Он был отпущен в зале суда, и уже через несколько минут общался с моим коллегой Владимиром Роменским, который сейчас со мной в студии «Дождя». Володя, все это производило впечатление, не знаю, какого-то американской драмы про суд, потому что человек, который вдруг считался убийцей, причем убил он человека, по предположению следствия, зверски ножом, вдруг оказался хулиганом, а потом и не то, что хулиганом, а фактически свободным человеком. Как эта метаморфоза вообще произошла? Ну, говорить о том, как принималось это решение, мне достаточно сложно, поскольку здесь, наверное, надо спрашивать об этом судью. Но вот о той атмосфере, которая была сегодня в зале суда, я говорить могу. И должен заметить, что вот когда я за несколько минут до начала сегодняшнего заседания пришел к суду, там уже стояла огромная очередь попасть внутрь. Я не уверен, что смогли все те, кто желал этого, много очень было людей, при этом журналистов пропустили отдельно. Рядом с самим залом суда также была большая очень очередь. При этом отец Даниила Константинову сказал, что он попросил всех соблюдать порядок. Кроме того, он сказал, что нам очень важно выслушать это решение целиком. На самом суде, на каждом этаже дежурили сотрудники полиции, причем специально экипированные перед самим зданием суда. Стояло несколько автозаков. Не исключено, что ожидали каких-то провокаций. Ну, все-таки националисты судят. Наверное, это понятно. Но вот все-таки через некоторое время нас в зал суда пустили. Там присутствовали и родственники, и жена Даниила Константинова. Некоторые пришли в футболках, другие держали в руках плакаты с требованием освободить лидера Лиги по обороне Москвы. И надо, давайте сейчас посмотрим, как встречали Даниила Константинова те, кто пришел в суд его поддержать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СВОБОДУ! 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 Ну, Юлия Черникова, судья, начала зачитывать, соответственно, свое решение. Практически сразу стало известно о том, что Даниил Константинов не будет осужден по статье убийства. То есть судья заявила, что признает его виновным, однако сказала, что он виновен в хулиганстве. Для многих это было неожиданностью, но многие еще не понимали. Да, вот как было, когда громкие переквалификации, как в деле Навального, допустим. Прокурор вчера сказал одно, сегодня прокурор потребовал другого, да? То есть бывает, что крайне редко удовлетворяется требование защиты, которое было изначально заявлено. Здесь, как я понимаю, было не то и не другое. То есть здесь было абсолютно решение судьи, которое она принимала самостоятельно. Правильно ли я понимаю? Ну, о самостоятельности судьи говорить тоже, наверное, не могу. Тем не менее, прокуратура просила 10 лет колонии за это убийство. Но вот судья, когда зачитывала свое решение, отметила особенно то, что, во-первых, не подтвердилась, по ее мнению, история с алиби самого Даниила Константиновна. Я помню, что он утверждал, что того самого 3 декабря 2011 года, когда по данным правоохранительных органов он и совершил это убийство... Это было около какого-то подземного перехода? Это было рядом со станцией метро. Сейчас точно не скажу. Это, по-моему, ну, в общем, не суть важно. И судья говорила, что, по ее мнению, Даниил Константинов действительно там присутствовал. Он плюнул на куртку молодому человеку. Тот ему грубо ответил. При этом судья подчеркивала, что Даниил Константинов действовал, нарушая какие-то нормы морали и, в общем, общественных правил. Ну, вот, тем не менее, потом она сказала, что самый главный свидетель, друг того молодого человека, который как раз-таки и был убит в этой драке, несколько раз, по словам судьи, менял свои показания. Сначала он вообще не говорил о том, что видел в руках Константинова нож. Потом сказал, что действительно холодное оружие у него было. Ну, а в конце он начал говорить, что Даниил Константинов бил сверху, что полностью противоречит тем данным, которые были в экспертизе. Тем не менее, судья и не поверила и самому Даниилу Константинову, как говорили позже адвокаты, очень противоречивое решение. То есть, и не тем, и не другим. И тогда она сказала, что вот заявление Константинова о том, что в этот день, в это самое время он находился вместе с семьей в одном из китайских ресторанов и там отмечал торжество, не соответствует действительности. Там есть некоторые несостыковки, например, на фотографиях, которые были сделаны в тот вечер, отсутствует украшение самого ресторана. А по данным работников, которые в этом общепите служат, они говорили, что как раз уже к этому моменту новогодние украшения висели. Однако, сами вспомнить, присутствовал ли Константинов или, может быть, члены его семьи в этот день в ресторане, они тоже не смогли. И приводила, кстати, судья, и в качестве аргументов, и то, что за Данила Константинова заступались видные деятели оппозиции. И Алексей Навальный, и Геннадий Гудков. Они все приходили на процесс и высказывались в его пользу. Во время, пока судья читала свой приговор... Ну, от этого состав статит не меняется. Убил или просто ударил? А поскольку он не убил, значит, кто-то убил, значит, нужно открывать новое производство, получается. Потому что человек-то умер. Здесь судья тоже обратила внимание на очень важный момент. Дело в том, что, по ее мнению, следственные органы и прокуратура представили все возможные доказательства. Надо вспомнить, что дело Данила Константинова слушается не в первый раз, а в прошлый процесс. Когда оно также дошло уже до приговора, судья вернула дело на доследование. То есть сказала, что не хватает ей тех данных, которые привело следствие, для того, чтобы принять решение. Вот и сейчас не хватило тех доказательств, которые бы явно указывали на то, что Данил Константинов имел этот нож и наносил удары ножом. Тем не менее, по мнению суда, он в этой драке принимал участие. И вот давайте сейчас послушаем, как выносилось это решение судьей Черниковой и как на него реагировали те, кто его решение слушал. Руководствуя статьями 307 и 309 УПК Российской Федерации суд приговорил. Признать Константинова Данила Ильича виновным в совершении преступления предусмотрено статьей 213 частью 1 пункта УПК Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии поселений. На основании пункта 3-го постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации от 18 декабря 2013-го освободить Константинова от назначенного ему наказанием. Меру пресечения и заключения под стражу отменить. Освободить под стражу в зале суда. Но вы видите, какой фурор вызвало вот такое решение судьи. Ей с трудом удавалось дочитывать. Она после этого спросила Даниила Константинова, понял ли он, какое решение. Принял суд, он сказал, что да, но вы видели, что наручники с него снимали прямо в камере. Через несколько секунд вместе с своим отцом он покинул зам судебного заседания. Ну, после этого вся толпа ринулась снаружи. Порядка 100 человек журналистов, родственников, тех, кто пришел поддержать Даниила Константинова, также оказались там достаточно долго его. Ждали порядка, наверное, получаса. Говорили то, что какие-то документы оформляются. Ну, и сейчас давайте посмотрим. Давайте, как раз Даниила Константинова сейчас у нас на линии. Даниила, здравствуйте. Вы знаете, это Павел Лобков и Владимир Роминский, которые сегодня были в суде. Я не был. Вот меня, честно говоря, поразил этот случай, потому что на моей памяти это первый такой случай, когда обвинение переквалифицируется самим судьей, и тут же наступает амнистия. А как Вы считаете, все-таки, что случилось сегодня в этом суде, и не было ли там телефонного права? Здравствуйте, Павел. Что хочу сказать. Я думаю, что в суде случилось следующее. Уголовное дело, которое было сфабриковано против меня известными силами, развалилось уже второй раз в суде, причем во второй раз развалилось в большей степени, чем в первой. Те кураторы, которые вели это дело, понимали, что вынести обвинительный приговор в данных условиях невозможно. А если возможно, то это приведет к большому общественному возмущению. Поэтому, на мой взгляд, был найден некий компромиссный вариант, при котором Константинова выпускают из тюрьмы, но при этом осуждают по какой-либо статье, дают ему судимость, и на этом разговор заканчивается. Примерно следующее. Да, Даниил, скажите, пожалуйста, а Вы вообще били потерпевшего? Вообще били его? Павел, меня на месте преступления не было вообще. То есть Вы продолжаете, что не было, хотя суд решил иначе. А в таком случае вообще возникает вопрос, а кто же тогда его убил? То есть получается, что все дело надо рассматривать с самого начала и с самого начала вести следствие. Потому что кто-то же убил этого человека. Я очень сомневаюсь, что это дело будут рассматривать и расследовать с самого начала. Помяните мое слово. Видимо, никому в определенных структурах этого действительности не нужно. И не нужно было все эти два с половиной с лишним года. Даниил, скажите, а Вы останетесь, что называется, в руководстве националистическим движением, учитывая то, что и государство сейчас, так сказать, благоволит, можно сказать, националистам и русским традиционалистам. Будете ли Вы продолжать свою политическую деятельность? Я подумаю, что делать дальше. Сейчас сложно это сказать. Оперативное сопровождение, по моему делу, очень сильное. Как известно, в нем участвовали и Центр Э, причем федерального уровня, и определенные подразделения ФСБ. И как будет дальше складываться ситуация с моей судьбой, вообще непонятно пока. Поэтому сказать сложно. То есть Вы боитесь, что Вас таким образом, выпустив на свободу, Вас предупредили, что ли, подвесили на крючок, что если что-то произойдет на каком-то, допустим, собрании, марше и так далее, то тут же Вам все могут вспомнить и какое-нибудь еще дело, скажем так. Вы знаете, предупредили меня очень давно, задолго до того, как было возбуждено уголовное дело против меня. Я этим предупреждением не внял. Я давно уже ничего не боюсь. И тем не менее, надо понимать, что наш противник обладает колоссальными ресурсами, практически всеми ресурсами государства, с которыми тягаться очень сложно. Я даже не знаю, как это будет выглядеть дальше. Честно говоря, вот сегодня впервые вышел на улицу после примерно трех лет заключения. Для меня это было шоком. Я отвык даже от улицы. Поэтому говорить пока о политических планах сложно. Что касается благоволения государства к националистам, то я как-то сомневаюсь в этом, судя, например, по вчерашнему аресту Александра Белова. Ну, может быть, к одним да, к другим нет. Но посмотрите, сейчас все Ваши мечты сбылись. Есть Крым в составе России, есть Новороссия, есть ополчение, куда очень многие Ваши коллеги уже поехали, многие оттуда вернулись живыми, многие нет. Как, кстати говоря, вот Ваши планы на это, на новую реальность? Мои взгляды на это пока не могут полностью сформироваться, потому что я ее своими глазами, эту новую реальность не вижу. Но Вы поедете в Крым или в Новороссию, так называемую, в Донецкую область, посмотреть? Куда я поеду? В Крым? Да, или в Новороссию, своими глазами посмотреть? Ну, пока не собираюсь я не ехать ни в Крым, ни в Новороссию. Ну, что такое Новороссия, я думаю, Вы уже знаете, несмотря на тюремные стены. Конечно, по слухам знаю. Но Вы сочувствуете этому движению или не сочувствуете? Да я не могу пока ответить на этот вопрос, потому что, честно говоря, то, что происходит в Донбассе, для меня неизвестно. Вот, приду Вам простой пример. В Крыму я был последний раз несколько лет назад. Что там происходит сейчас, мне неизвестно. В Донбассе я не был никогда. Ну что ж, спасибо. Я поздравляю Вас с таким внезапным освобождением, Володя. Ну, действительно, похоже, что человек, что за это попал в другую страну, причем эта страна, он даже не может даже сказать, отвечает ли его тогдашним идеалам, когда он выходил на русские марши, что абсолютно парадоксально. Ну, вот только что, да, Данил Константинов говорил о том, что он считает свое преследование политически мотивированным, однако вот судья с этим нисколько вообще не согласилась и сказала, что вот эта версия о том, что поклепы, вот уголовное дело против Данилы Константинового возбудили сотрудники Центра Э, никак не подтверждается. Ну, интересен и другой, лично для меня, момент, то, что вообще же Данил Константинов признан виновным. Он получает срок в три года, и судья особенно подчеркивает, что для его исправления нужно, чтобы он был изолирован от общества, то есть действительно уехал в тюрьму. Но тут же она после этого говорит о том, что, ну, поскольку теперь это преступление не тяжкое, а средне тяжкое, он подпадает в президентскую амнистию. Это преступное дело и амнистию по болотному делу. Когда была амнистия, многие продолжали по нескольку дней находиться еще в местах лишения свободы, потому что не было то одной бумаги, то другой бумаги с печатью. Здесь же все произошло, как бутон цветка развернулся, понимаете? Для меня вот это непредставимо абсолютно. Я вообще не знал то, что даже сейчас можно каких-то людей освобождать по амнистии, но вот, кстати, адвокат Данила Константинова говорил, почему все-таки его подзащитный смог выйти сегодня на свободу прямо из зала суда. Это с учетом того, что ему было переквалицировано на деяние средней тяжести и назначено наказание в виде трех лет, это дало возможность суду по собственной инициативе применить амнистию. А как вы думаете, почему суд проявил такую инициативу и не дал судьбу амнистию? Ну, понимаете, в такой ситуации уже надо человека отпускать. Но два с половиной года держали по убийству, потом судья выходит и говорит, знаете, следствие по убийству-то вообще ничего доказать не смогло. Ну, вот тут вот как-нибудь натянем на хулиганство, вот как-нибудь. Ну, надо было освобождать, вот и освободили. Ну, Паш, и, наверное, самое главное в этой истории, кто как человек реагирует, оказавшись на свободе. Данила Константинова рядом со зданием суда встречала порядка ста человек. Когда он появился, тут же раздались аплодисменты. Ну, и давайте услышим первые слова человека, оказавшегося сегодня на свободе после двух с половиной лет ареста. Да, спасибо. Свобода! Свобода! Что остальное? Свобода! 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 Спасибо всем большое за поддержку, за внимание, за то, что не оставляли все это время. Это очень ценно. Я никогда этого не забуду. Спасибо всем большое. Скажите, почему вы думаете такое решение сюда? Очень за вас рады. Спасибо. Почему такое решение сюда, как думаете? Скажем так, это маленькая победа. Дело в том, что те, кто курировал это дело, поняли, что осудить по такому делу человека нельзя. Но и выпускать уже нельзя, потому что это имеет очень большие последствия для тех, кто вел все это дело так долго. Поэтому было, наверное, вынесено вот такое компромиссное решение. С одной стороны, признать человека виновным, осудить, и в то же время немедленно освободить, прекратив весь этот процесс. Чем вы теперь будете заниматься? Я не знаю, пока отдыхаю. А что, вы было нормально? Я пока не знаю. Я еще не освоился. Это слишком сильное ощущение, чтобы...